Всем привет! Сегодня с тобой говорим про витамины и минералы, микроэлементы. Что об этом нужно знать? Очень многие мне спрашивают, Алена, какого мне витамина не хватает? Вы знаете, что я медицинский психолог и нутрициолог, то есть совместно пишу методички по поддержанию здоровья и профилактике разных заболеваний. Сосуды, суставы, менопауза, депрессия, агрессия, иммуносупрессия. Все это знакомо и, соответственно, хочется с вами говорить про микроэлементы. Очень часто бывает, что нам не хватает хоть какого-то микроэлемента, который запускает работу нашего органа. Или бывает, наоборот, избыточное накопление, которое также не очень хорошо для организма. Микроэлементы бывают в дефиците и в избытке. Микроэлементы вообще, в принципе, мы получаем с едой, с водой, да даже с воздухом какие-то. Но есть базовые микроэлементы, которые влияют на твое душевное состояние. Если, например, у тебя не хватает железа, хрома, марганца, магния, молибдена, то могут накапливаться тяжелые металлы. Ты можешь страдать от различных странных заболеваний, таких как астма, экзема, задышка, сердечно-сосудистые заболевания. Или, например, у тебя бесплодие и ты постоянно находишься в дефицитах по аминокислотам. Либо у тебя мальсорбация кишечника, то есть ты из-за фруктозы или лактозы не можешь усваивать то, что для тебя нужно. И это такие тонкие моменты, которые ежедневно влияют на твою рутину. И, соответственно, если хочется с этим работать, то всегда нужно смотреть, во-первых, в тарелку, во-вторых, планировать рацион. Витамины и минералы нужны на ежедневной основе. И когда мне говорят, а нужно ли сдавать анализ? Да, если ты хочешь анализ по волосам, но это достаточно дорогая вещь, и можно этого не делать. Можно разнообразить еду и еду, как ты говоришь. Другой момент, если мы с тобой говорим про микроэлементы, которые влияют на старение, на восстановление, они должны приходить ежедневно, кальций, магний, железо, все это участвует в психоэмоциональном и физическом состоянии. И если мы с тобой говорим про дефициты цинка, кальция, то все это серьезно и серьезно влияет на эмоциональную составляющую. Если мы с тобой говорим про хронический стресс, то, конечно, все это постепенно может давать маленькие сбои. Кстати, сбои бывают в нервной системе тоже на фоне дефицита микро- и макроэлементов. Если есть вопросы, пиши, я сразу отвечу.